что людям это нужно, многие хотят овладеть этой профессией, и тогда я начала учить, в том числе и дизайну. Сначала я обучила себе в свою же студию мастеров, и потом начали приходить ко мне просто девочки. Некоторые мастера уже приходили на повышение дизайна учиться, допустим, рисовать какой-то. И также стали приходить на маникюр, на наращивание, и мы решили открыть учебный центр. Открыли учебный центр, сначала у нас преподаватель работал, потом я тоже преподавал. Ну, в общем, так вместе, совместными трудами мы развили наш учебный центр, и в Сочи он долгое время лидировал, и в этом году мы его продали, потому что мы увидели перспективу развития онлайн-обучения, и решили полностью посвятить свое время онлайн-обучению, онлайн-проекту. Поэтому мы сейчас вплотную занимаемся этим направлением, создаем классные курсы, которые помогают мастерам освоить технику росписи на хорошем уровне. Уже у нас многие ученики участвуют в чемпионатах, и я планирую в этом году написать курсы именно по подготовке к чемпионатам. У меня есть сейчас курс по жестовской росписи, по китайской росписи, но не все еще рассказала в этих курсах. Есть еще чем поделиться, поэтому буду делать второй уровень, и по жестовой по китайке, и подготовку к чемпионатам обязательно. Спасибо за сердечки, спасибо тем, кто поделился трансляцией. Поделитесь трансляцией, не жадничайте. По-моему, очень красивая девочка получается. Вот так начала преподавать. Мне очень нравится самой рисовать, меня просто за уши не тянешь, поэтому я люблю свое дело. Делаю его с душой, стараюсь дать все, что я знаю сама своим ученикам. Поэтому вижу, что зачастую бывает так, не зачастую, а постоянно, что вживую результаты не такие, как при онлайн-обучении, когда у нас обучаются на марафоне. Почему? Потому что намного, привет, намного больше практики на онлайн-обучении. Мы отрабатываем по 70 уроков на курсе и более. Поэтому, ну вот, допустим, у нас сейчас китайская роспись запускается в июле, и этот курс состоит из 11 недель. То есть мы 11 недель ежедневно тренируемся, поэтому результаты у девочек очень такие классные. Вот, и жестово точно так же. 10 недель у нас идет, сейчас я пишу, марафон по акварели, он тоже будет около 10 недель длиться, наверное, а может и больше. Поэтому длительное обучение по лицам, девочки, буду по лицам делать, просто сейчас уже хочется довести. Знаете, я люблю доводить дела до конца, и если я уже взялась, допустим, за китайскую роспись из-за жестового, мне хочется уже поставить точку, сказать все. Я все сказала, я передала все, что я и сама знаю. Да и я обязательно сделаю по лицам, планирую в этом году, надеюсь, что успею, потому что у нас еще маленькие детишки, и времени много уходит на написание курсов, на проверку домашних заданий, потому что у нас постоянно идут марафоны. Поэтому буду стараться, если успею, то в этом году. И я. Здорово. Хорошо, что вам интересны лица, потому что не всем это нужно, как мы поняли, потому что когда я езжу по городам, то на лицах хуже всего записываются мастера, потому что считают, что это очень сложно. Чаще идут на какие-нибудь мультяшки, что-нибудь попроще, цветочки. Вот, поэтому лица обязательно сделаю, конечно. Но я думаю, что мы начнем как раз с мультяшек из кукольных лиц, чтобы подготовить руку, потому что мастера не все готовы сразу лица начать рисовать. И потом уже сделаем. Более реалистичные лица. Будем начинать рисовать просто с лиц, а потом перейдем к портретам, чтобы они были не просто красиво нарисованы, чтобы они еще и похожи были, передавали черты лица, настроение того, кого мы рисуем. Это очень важно. Иногда у меня спрашивают, училась ли я рисовать где-то лица. Вы знаете, как я училась? Первый раз я рисовала лицо именно на ногтях. В перископе. Думаю, а дай-ка я что-нибудь нарисую. Нарисую-ка Джонни Деппа. И нарисовала в перископе его. Я поняла, что у меня хорошо это получается. Обнаружила вдруг. И начала рисовать лица. Поэтому рисую лица я не так давно. Но мне это очень нравится. И я хочу в этом направлении развиваться. Почему я тоже еще... У нее печалька в глазах. Ну да, она такая девочка. С грустинкой немножко. С печалькой. Сегодня много сердечек там слипится. Она такая гламурненькая. Она будет. С печалькой. Небольшую глазку. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как музыка? Не громко? Слышно вообще нормально нас? Девчонки тут наши, марафонцы. С акварели вижу, девочки. Так приятно, что вы у нас смотрите нас, поддерживаете нас. Отлично. Все классно. Ну супер. Здорово. Мы стараемся для вас. Сейчас я витражным гель-лаком. Вас очень хорошо слышно. Мы рады. Здорово. Гель-лаком витражным я сейчас закрашиваю губки. Марина слышна отлично. А Александр сегодня у нас молчал. Да, Александр. Да, я себе никуда стал немножко. Готовимся к вебинару. А цвет какой? Красненький с желтеньким смешанный. Такой он получается. Оранжеватый немножко. Рыженький. Вау. Между губками на фею похоже. Да, что-то есть у нее. От феи. Между губками в складочку добавляем поярче цвет. Размываем уже немножко. Сейчас гель-лаками, конечно, очень удобно работать. Потому что они легко растушевываются, хорошо наносятся. Кстати, использую я гель-лаки не канагель. Мне они очень нравятся. Велики краски, гель-лаки. И я рекомендую с удовольствием их своим ученикам. Если вы, когда будете делать заказ через интернет, напишите в комментариях 5 ноготков, то получите 5% скидку от нас. Ну, точнее, не от нас. От компании. Просто у нас договоренность с Никанагель для наших учеников и клиентов. Они делают скидку 5%, но они должны знать о том, что вы по нашей рекомендации покупаете, делаете заказ. Поэтому, если хотите получить скидку 5% на продукцию Никанагель, то пишите в комментариях 5 ноготков. Да, и кто еще не поделился, поделитесь трансляцией, если вам нравится, как получается. И спасибо за сердечки. И еще раз, для тех, кто... Самотики. Что такое самотики, не знаю. А, ты что на самотике рисуешь? Что такое самотики? Не знаю, что такое самотики. Девочки, кто знает, что такое самотики, подскажите мне. Я на ноготки рисую. А, так вы же неправильно пишете это слово. Пускай учатся, да? Да, пускай учатся, потом приходят, когда поменеет. И корректности наберется. Забанили мы. Очень здорово уходит. Спасибо. Макияж пошел, да? Да, пошел макияж. Добавляем светлого цвета. Когда вы рисуете на девочках на ногтях, либо на себе, чтобы макияж был... Ну, вообще, чтобы лицо было симпатичнее, то вокруг глазок, на наружном крае, хорошо высветлять кожу. Тогда глазки становятся как будто бы больше, шире посажены. А вот во внутренний уголок мы, наоборот, добавляем темный цвет. Сейчас я взяла фиолетовый. Красотка! Спасибо! Кто еще будет? Мы еще и цветы на голове нарисуем. Румянки добавим. Бликовка-тенежка, да! Точно, все как в жестовом. Бликовки и тенежки. Сейчас пока тенежки. Скоро бликовки пойдут. В лампе? Но пока нет. Не сушила еще. А так вообще, периодически, конечно, лучше просушивать просто я сейчас, чтобы время ваше соколонить. Может, да, это и визажистом. Вы знаете, я когда-то подрабатывала визажистом. Были такие молодые годы, когда я делала свадебные визажи. И работала я в компании Mary Kay несколько лет по молодости. И там так получилось, что меня попросили сразу же обучать визажу. Представляете, я сама нигде не училась визажу, когда пришла в компанию, и мне говорят, Марин, проведи для наших консультантов мастер-класс по визажу. Они просто увидели, как я сама окрасилась. Мне понравилось. И попросили меня сразу. В общем, куда я не попаду, я начинаю где-то преподавать. Почему-то сразу. В уголке тоже витраж. Да, тот же самый цвет. Так что визажом тоже подрабатывала. Занималась немножечко визажом. Слегка можно беленьким подвести глазик по нижней части. У меня что-то подвисло, что ли. Кисточка-синтетика. Синтетическая кисть. Рублев тоненькая. Для тонких прорисовок. Ну, ты ничего не пишет. Все такие тихие. Ну, только скриншотики летят. Кто смотрит нас в Одноклассниках, на Ютубе, Перископе, ВКонтакте, напишите нам что-нибудь. Мы же смотрим за вашим чатом, а никто ничего не пишет. Неужели вам не нравится это? Я тоже смотрю, что мы смотрим. Да здорово. Все смотрят заображено. Приятно. А то такая тишина, что мы подумали уже, что мы сами с собой разговариваем тут, сидим. Добрый вечер. А рисую я гель-лаками? С замиранием сердца. Гель-лаками рисую. Кто только присоединился, пожалуйста, поделитесь трансляцией. А нас найти в Одноклассниках очень просто. Наберите... Ноготков 5. Ноготков 5. Или Марина Щеглова просто наберите. Вот, кстати, кто сейчас в Перископе нас смотрит, девчонки, на Ютубе смотреть на самом деле удобнее. Какой торговой марки? Никанагель очень классный гель-лаки. Если хотите 5% скидку получить, то когда будете через онлайн заказывать, напишите в комментариях 5 ноготков, и вам компания Никанагель предоставит скидку 5% на продукцию. И второй глазик мы начинаем оформлять макияжем. Белый край делаем и растушевываем границу. Девочки, кто был на жестовом, вам это все очень-очень знакомо. Мы все это проделывали с вами неоднократно. Бликовки, тенежки, растушевки. Поэтому вы уже, руки у вас подготовлены к лицам. После жестовой китайской росписи можно смело идти на кукольные лица, на мультяшки, а потом уже и на портреты. Альбина Кин пишет, не диснеевский персонаж, похоже. Ну да, они все такие мультяшки. Какие-то диснеевские. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Скоро у нас стартует новый марафон по китайской росписи. И в конце трансляции мы, может, немножко покажем несколько типов, да? Угу. Какой будет новый марафон? Новый марафон будет по китайской росписи. Кто еще не был на китайской росписи, он начнется уже в июле. Александр, подскажешь мне, какого числа он начнется? По-моему, 3 июля. Вот. Он очень классный, очень насыщенный. Если вы рисуете уже техникой плоской кисти, я думаю, что для вас что-то новое будет в этом марафоне, потому что мы там и конкурсные работы тоже будем рисовать на длинных типсах, на конкурсных. А если вы никогда не рисовали, то тем более для вас будет очень много нового, и не бойтесь, что у вас нет опыта, нет навыков, может показаться, что там работа слишком сложная. Все справятся, это уже я вам точно гарантирую, потому что опыт у нас уже большой, ведение онлайн-курсов и живых курсов. А как попасть? Очень просто. напишите нам ВКонтакте и мы вам расскажем подробнее, как можно будет попасть. Вы можете попасть даже в чемпионат по китайской росписи. Нет, не принимала участие, я судила. Я была судьей в этом году в Лилак по китайской росписи и по другим номинациям в дизайне. Спрашивает, это гель? Стоимость участия, смотрите, первый, это гель-лак. Марина, все легко и понятно. Спасибо, девочки. Это пишут те участники, которые уже сейчас на марафоне, которые проходили марафон. Для того, чтобы попасть на марафон, вы можете попасть сначала на первую неделю, оплатив всего 990 рублей и вы пройдете за эти деньги уже первую неделю, получите кучу бонусов закрытых наших трансляций, вебинаров, которые сейчас вне доступа, здесь они только продаются, а вам они будут бонусом идти. И проходим еще, точно. То есть, кто попал к нам однажды, уже потом редко кто уходит, продолжают, основные девочки, на следующие марафоны идут, потому что понимают, что такое обучение трудно найти еще где-то по такой цене, потому что объем информации очень большой. Стараюсь, по крайней мере, чтобы было максимум пользы. Ну, мы подсчитывали, в среднем выходит где-то 100 рублей в день, чуть меньше даже за марафон. С вами расстаться не хочется. Аш, почему ничего не растекается у тебя? Потому что я наношу очень тоненьким слоем, поэтому не растекается. Я, видите, как втираю и размазываю просто цвет аккуратненько. Сколько длится? Марафон по китайской росписи будет длиться 12 недель, из них 11 учебных недель. То есть первая неделя вводная, она будет идти, то есть первое домашнее задание будет дано на 2 недели. Остальные все домашние задания будут по неделе даны. Вот, поэтому там на каждой неделе по 10 уроков в среднем, то есть на первых неделях до пятой недели, до седьмой недели по 10 уроков на каждой неделе. А дальше подключаются уже длинные типсы конкурсные, поэтому там уроков поменьше, но объем такой же примерно. 5 уроков на коротких типсах и потом еще на длинных. В общем, объем хороший. Ну, сейчас я закончу рисовать. Если интересно, оставайтесь до конца и я покажу работу учеников. Кто был у нас в Инстаграм, там я много работ выставляю своих учеников. Если не были, то подписывайтесь в Инстаграме на нас и тоже можно будет посмотреть. Прорисовываем реснички тонкой кисточкой. Вообще, рисовать правильнее реснички от самого глаза к кончику, но так как у меня сейчас камера не дает не развернуть руку правильно, то... Кстати, вот наш Инстаграм 5 ноготков. Можете найти нас и там будет эта фотография. Да, вы можете посмотреть фотографию, скриншотить ее в хорошем качестве. Как, кстати, вам качество трансляции? Нормально ли вам все видно? Слышно? Поставьте от 1 до 10, насколько хорошо нас видно и слышно. Супер! Ну, здорово! Красно, все отлично! Десятчики! Отлично все! Здорово! Мы тут провели себе кабельное телевидение... Ой, телевидение, я говорю! Интернет проводной, поэтому надеемся, что получше теперь будет качество. Немного фон темноват. Круто! Фон темноват. Ну, сделали специально фон немножко темнее, чтобы было видно ноготь, потому что, когда белый фон, лампы отсвечивают и тогда плохо видно дизайн. Поэтому, не знаю по поводу фона. Делать бы еще от вас мастер-класс по венделям. Поделитесь секретами. Ой, вы знаете, мы задумали тут такую штуку классную. Мы хотим сделать или не рассказывать, Александр, про наш секретик про подписку. Можно сказать, есть вопрос, Альбереньки, у меня клиенты почему-то просят портреты. Портреты просят? Какие классные у вас клиенты, таких прям... А, не просят. А, не просят. Я думала, просят. Хотя есть образцы, так подумают, чему? Почему? Все больше цветов венделя просят. Ну, потому что, знаете, есть клиенты, которые любят портреты, и у меня были такие клиенты, а есть клиенты, которые не любят долго сидеть, потому что портреты все-таки это не быстро, согласитесь. Как бы вы не натренировали руку, портреты все-таки занимают минимум 20 минут на каждый ноготок, поэтому клиенты, мне кажется, просто времени не жалеть. Сейчас такой бешеный ритм у всех. Потому что надо предлагать и показывать. Ну, конечно, да, предлагать и показывать, прежде всего, на своих ногтях нужно, чтобы были дизайны. Я, конечно, сейчас говорю об этом сама без дизайна, но это временно. потому что я просто сейчас не могу себе выделить время на дизайн. Жду. У нас, во-первых, вебинар скоро. Я перед вебинаром сделаю себе ноготки красивые. Во-вторых, у нас скоро будет фестиваль. Елена Евгеньевна Шанская, один из организаторов фестиваля в городе Сочи. Кто, кстати, едет? Как глазки заблестели, да, заблестели. Вместе с губки еще подсветим немножко. Кто едет в Сочи на фестиваль? Который будет с 5 по 9 июня. Июля. Есть такие? Может быть, с кем-нибудь встретимся, я там буду давать скоростные дизайны. Мастер-класс буду на фестивале проводить. Для меня большая честь выступить на таком грандиозном мероприятии. Елена Евгеньевна пригласила меня спикером. Александр тоже будет делиться знаниями по маркетингу, по привлечению. Что за фестиваль? На Красной Поляне будет проходить фестиваль уже пятый год подряд. Очень классный там будет чемпионат ногтевой. Там не только ногтевое искусство, там и фрикмахеры будут, косметологи, но и ногтевое искусство тоже будет представлено. Поэтому приглашаем, может быть, встретимся. Как раз отдохнуть можно и поучаствовать в фестивале. Стиль жизни называется фестиваль. И этот год юбилейный пятый. Выставка продажа. Выставка продажа, вот, не знаю точно, наверное, будет тоже. Я просто сама первый раз на нем буду, поэтому не могу точно сказать. Я думаю, что что-то будет. Вот такие губки у нас стали. Смотрите, какие объемные бликов добавили и сразу появился объем на губках. Посмотреть на него... Зайдите на Елену Евгению на страничку, а еще знаете где? Вконтакте есть у нас приглашающие и на Ютубе тоже приглашающие видео. И под этим видео есть ссылка на сайт посвященный этому фестивалю. Там можно будет посмотреть программу фестиваля. Ну, вообще обычно всем очень нравится. наслышанных отзывов очень много было по поводу этого фестиваля. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Каждый год он проходит в такое время как раз самая горячая пора курортного сезона в Сочи. Поэтому можно и на Красной Поляне отдохнуть. Там шикарный отель, в котором будет проходить этот фестиваль. И можно и отдохнуть, и поучиться пообщаться с мастерами феменитами. Там будет много известных мастеров. Я очень тоненько наношу, поэтому лучше, конечно, сушить. Но так как я хочу сэкономить время, я рисую так, как придется. В обычной жизни, конечно, надо сушить. Марина иногда фонариком просушивает. Подгоняем тень от волос. как уже получается, как вам нравится? Похоже на куколку. Сердечки летят. Двухцветные, такие зелененькие, синенькие, оп, березовенькая появилась. Очень красиво. Спасибо. 356 5 X O или H O гель краски и гель лаки. Похоже на красивую девочку. Но я очень стараюсь, чтобы она хорошенькая была. На мою доченьку? Ну, может быть, она тоже курносенькая, только у нее глазки голубенькие. Тоже беленькая. кукленыш наш. Добрый вечер, марафон акварель. Ю-ху! Оля, привет, пожалуйста, вот и девчонки тут уже здороваются, общаются. Марафонцы наши. Здравствуйте. Жаль, опоздала? Ну, записи посмотрите, мы не будем удалять. от начала, посмотрите. Зато на волосики успели. Цветочки сейчас будем рисовать. В волосах? Цветы в волосах будут, Чем рисуете, спрашивают, акриловые краски? Нет, это не акриловые краски, это гель краски и гель лаки. Никанагель. Знаете, у Никанагель такие очень плотные гель лаки, особенно белый цвет, такой плотный, плотный, как гель краска. Он жиденький, очень фигментированный, поэтому прям рекомендую. Это тоже будет марафон. Да, будет когда-нибудь, когда я закончу с теми марафонами, которые наметила, и такой будет когда-нибудь обязательно. марафонами, этот я включу скорее всего в мультяшки. Мы сделаем марафон, прям целый марафон сделаем по мультяшкам. Это наверное уже будет в конце этого года, я так полагаю. Сделаем такие мультяшки, начнем с простых мультяшек, а закончим уже такими кукольными лицами. Нарисуем наверное каких-нибудь таких девочек красивых, как русалочку Ариэль, белоснежку наверное нарисуем и вот таких каких-нибудь девчушек красивых нарисуем в этом марафоне, чтобы он такой тоже был интересный и насыщенный. Я вообще стараюсь марафонов все делать, чтобы они прям не просто курсик какой-нибудь из 10 дизайнов, а дизайнов по 7-8 на каждой неделе, по 5 у нас на жестого и недель так на 10 чтобы было много. Мы поняли, что погружение дает лучшие результаты и когда погружается человек уже ученик уже на несколько недель это все равно что вот как мы сравниваем если вы хотите поменять фигуру и улучшить если вы пару раз сходили в тренажерный зал то это ничего не дает но если вы хотя бы 2-2,5 месяца посвятите этому делу постоянно то конечно же будет результат также и здесь марафон это когда вы погружаетесь глубоко и прорабатываете с высокой точностью все дизайны и еще там есть такой вариант ну как сказать не вариант мы даем не даем поблажек то есть если вы не сдаете домашние задания там строго у нас очень строго мы такие добрые добрые но когда дело касается обучения самая главная мотивация которая наверняка работает очень хорошо работает что-то у нас какие-то рывки привычка вырабатывается за 90 дней это точно это точно вообще я слышала о том что 42 дня привычка вырабатывается но 90 будет лучше конечно привычка уже станет прям закоренелой почему важно рисовать много и не дают результата однодневные двудневные курсы потому что когда вы порисовали один-два дня вы потом все это забыли времени у вас нет сесть некогда вам кажется что я вроде бы все помню а потом садитесь и уже ничего не помните а преподаватель уже уехал и спросить мелкого трансляция останется какое-то время вот поэтому конечно очень важно рисовать постоянно даже этот марафон который мы даем допустим два с половиной три месяца вы учитесь если потом перестать рисовать конечно не так быстро эти знания забудутся но все равно они могут забыться поэтому нужно постоянно практиковаться я хочу на марафон отлично записывайтесь напишите нам вконтакте мы вам расскажем как попасть на марафон вы можете попасть на наш вебинар бесплатный а там уже будут специальные предложения на марафон а бесплатный вебинар у нас будет 30 июня 1 июля да сейчас Марина закончит рисовать мы покажем расскажем про этот наш вебинар бесплатный зарегистрируется можно очень просто самая первая ссылочка в профиле перископа ведет на бесплатную регистрацию на вебинар регистрируйтесь да на вебинар самая первая ссылочка в профиле перископа в нашем почему говорим про вебинар потому что на вебинаре мы как раз будем рассказывать более подробно о марафоне по китайской росписи и будем делать выгодное предложение про цену расскажем вот чтобы сейчас время трансляции не занимать продажами вот мы на вебинаре все подробненько вам расскажем и там же можно будет прям нажать на кнопочку и перейти зарегистрироваться на вебинар можно сразу оплатить участие на вебинаре ой на курсе на марафоне а можно взять просто пробную неделю чтобы попробовать посмотреть если понравится тогда уже потом продлить обучение и остаться на марафоне у нас многие так делают потому что если вы нас еще плохо знаете доверия пока еще недостаточно у нас девочки писали нам даже стихи отзывов в стихах и говорили о том что сначала думали что это лохотрон какой-то а потом оказалось что классные курсы очень всем понравилось вот поэтому мы понимаем что таких может быть много людей которые думают что может быть какая-то подстава рисую гель красками и гель лаками не канагель вот поэтому можно попробовать и потом уже сделать для себя вывод стоит идти дальше или нет кто только присоединился к нашей трансляции поделитесь своими друзьями надеюсь им тоже понравится этот наш дизайн трансляцию мы оставим они смогут посмотреть записи гоняем тень под волосы очень красивый вы художник по образованию нет девочки не художник ну как не художник я без образования я вообще медик по образованию но очень любила всегда рисовать и рисую сейчас уже считаю себя художником с умолочкой очень красиво спасибо спасибо вы тоже так сможете просто нужно поучиться девочки курсы у Марины супер присоединяйтесь не пожалеете спасибо девчонки это наши уже прошедшие марафоны проходящие марафоны девочки пишут которые уже знают что это такое без умения рисовать нечего рисоваться вот так вот некоторые считают а я поспорю с этим мнением потому что у нас было много людей которые вообще не умели рисовать и есть отзывы можно почитать которые писали о том что они могли только одним цветом лака покрывать ногти и на марафоне они начали рисовать потому что я даю пошагово с самых азов рассчитан курс на тех людей которые вообще не умеют рисовать поэтому первые недели у нас очень простые начинаются с азов вот но те кто не умеет рисовать нужно быть готовым к тому что вам нужно будет работать больше чем тем нужно сам на цирок поставить нужно будет просто больше работать чем тем кто уже какие-то навыки имеет сколько приблизительно нарисовать личико по времени ну вот такое личико примерно минут 40-50 если не болтать это искусство уже вот поэтому начинать можно всегда с простого и на марафоне мы как раз начинаем разжевывать все с простых мазков с тонких линий с колористикой с подбора цвета с азов которые вам дают возможность в дальнейшем уже рисовать красиво и понимать что вы рисуете самое важное не только срисовывать то что я вам даю я стараюсь на курсах простроить таким образом обучение чтобы вы могли и самостоятельно тоже рисовать поэтому задание которое мы даем домашнее задание один дизайн вы повторяете а второй рисуете самостоятельно и таких дизайнов вы рисуете 5 штук супер как раз вчера учились рисовать здорово то есть у нас участники получается уже начинают импровизировать и дипломные работы вот можете зайти просто в инстаграм как же красивенько спасибо зайти в инстаграм и посмотреть я там выставляла пожалуйста по китайской росписи дипломные работы наших девочек наших участников любимых вот они уже рисовали композиции самостоятельно уже спустя 2,5-3 месяца на куколку барби ну да похоже спустя 2,5-3 месяца уже вы начинаете импровизировать вы уже начинаете свои собственные конкурсные композиции рисовать это очень радует меня потому что когда я писала курс я не до конца конечно уверена была потянут получится ли у учеников но сейчас уже спустя столько марафонов я вижу что все получается я очень этому рада очень довольна что удалось сделать то что я хотела привет привет солнышки мои вот и такие вот у нас марафоны которые мы душу вложили и стараемся продолжать совершенствовать и делать их еще лучше еще продуктивнее то ли еще будет это слово ой-ой-ой а что вы еще умеете рисовать а что бы вы хотели стол заказов давайте напишите сейчас трансляцию все доходят до финиша нет не все есть люди которые не доходят но их меньше 10% и всегда будут что-то лету да полно лету дизайнов у нас особенно на марафоне по акварели у нас там прям летние вкусняшки все очень затягивает хочется дойти наверное лучше спросить чего не умеете наверное мне трудно сказать чего я не умею вы знаете все постижимо если чего-то не умеешь то можно всему научиться что-то с фруктиками ой фруктиков у нас очень много в марафоне по акварели там прям целая неделя посвящена спасибо огромное пожалуйста вот там очень много красивых дизайнов по акварели марафон так марафон марафон ролик, а потом Марина покажет кое-какие работы. Вот такая куколка получилась. Пишите, как вам она понравилась. Да очень тонко, потому что. Она нереальная. Все, сейчас запускаем ролик. Чем рисовали? Гель-красками. Волшебство, девчонки! Волшебство! Нафиячили. Красота! Я пропустила только из бани пришла. Сейчас коротенький ролик запустим. Не переключайтесь и продолжим. Привет! Приглашаю вас на серию бесплатных онлайн-семинаров 5 секретов скоростных дизайнов ногтей, которые состоятся 30 июня и 1 июля. Если вы опытный мастер маникюра или только начинаете осваивать это искусство, наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, когда клиенты хотят красивый дизайн, но не готовы тратить много времени. Они хотят, чтобы мастер, как фея, махнула три раза кисточкой и их ноготочки, как в сказке про Золушку, превратились в прекрасное произведение искусства. Наверняка, каждый мастер мечтает завладеть такой палочкой, которая бы мгновенно исполняла любое пожелание клиентов. Но, увы, мы живем не в сказке, и чудеса с нами случаются не так уж часто. Но мы можем приблизиться к этой истории благодаря скоростным техникам дизайна, которые действительно дают возможность мастеру создавать шедевры на ноготках и удивлять своих клиентов не только красотой, но и скоростью выполнения работы. А ведь это так важно в наше современное время, когда на счету буквально каждая минутка. Меня зовут Марина Щеглова. Я основатель Академии маникюрного бизнеса, мастер-преподаватель и судья международного класса по дизайну ногтей. Познакомиться с моими работами и работами моих учеников вы можете в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграм, на Ютуб и в Перископ. На вебинаре я раскрою вам свои секретики скоростных дизайнов ногтей, которым я шла годами, оттачивая свое мастерство. Вы узнаете, как нарисовать красивые, яркие летние дизайны, которые выполняются в считанные минуты. Вы научитесь набирать на кисть более двух оттенков красок для получения красивых переливов цвета одним мазком. Узнаете секреты набора акриловой и гелевой краски на кисть для получения чистого, гладкого мазка без полос и наплывов. Кроме этого, приятным дополнением к дизайну на вебинарах вы получите ценные советы по привлечению клиентов и увеличению доходов мастера маникюра от профессионала по маркетингу Александра Тора, которого приглашают спикером на ведущие фестивали наил индустрии. Вебинар состоится 30 июня и 1 июля в 19 часов по Москве. Чтобы попасть на эти вебинары, введите свои данные в форму рядом с этим видео и ссылка с доступом придет на вашу электронную почту в день проведения первого вебинара. Если вдруг вы не найдете свое письмо, то проверьте папку «Спам». Иногда письма попадают туда. Только для присутствующих онлайн вебинары эти будут совершенно бесплатными, а после их окончания запись будет продаваться. Чтобы не пропустить эти мероприятия, прямо сейчас возьмите свой телефон и поставьте себе напоминание на 30 июня и на 1 июля на 19 часов по Москве. И до встречи на вебинарах! Субтитры создавал DimaTorzok Что еще я могу рисовать? Вот работа, которую я рисовала в прямом эфире перископа. То, с чего все начиналось. Вот эти одни из последних работ. Вот такие. Узнаете? Это доченька моя. Писали, что куколка похожа чем-то на нее. Не знаю, судить вам, похожа или нет. Может быть, что-то общее даже и есть. Портрет для чурки рисовала. И вот такие портретики. Итак, слово о том, что еще умею, спрашивали девочки. Можно брутальный дизайнер просят черепа. Вот чего не люблю, того не люблю. Вот я больше по милым дизайнам. Ангелочки, бабочки, цветочки. Поэтому, смотрите, сейчас покажу то, что у нас будет на марафоне по акварели. Вот такие вот дизайны мы будем рисовать на акварельке. Это первая неделя. Это вот сейчас пошла вторая неделя. Вот, это вторая неделя. Александр, нужно нарисовать. Нужно, обязательно. Нарисую как-нибудь. Вот, третья неделя. Смотрите, какие вкусняшки. Вот такие вкусняшки. Это все акварели нарисованы. Там и гель-лаком некоторые дизайны, и акварельными красками. В марафоне мы будем рисовать и тем, и другим. Смотрите, какая объемная обожья коробка. Классная, с капельками. Она прям вот такая, немножко выпуклая, объемненькая. И сегодня у нас еще розыгрыш по репостам будет. Да, банан, смотрите, какой. Как живой. Вот такие всякие вкусности мы будем рисовать на марафоне по акварельке. Это четвертая неделя. Какие краски акварель спрашивают? Несколько палитров, белые ночи, санетли будут, подойдут профессиональные, главное, чтобы они были. Вот такая красотиняя четвертая неделя. И вот начало пятой недели. Сегодня буквально рисовала. Вот такие дизайны будут на пятой неделе. Это часть дизайна в пятой неделе. Остальное в процессе создания. Вот, смотрите, какое количество. Это только четыре с половиной недели. Вот такое количество типсов мы отрисуем за четыре с половиной недели. Они у меня даже под камерой не помещаются все. Вот. Это всего четыре с половиной недели. Представляете, что будет за десять недель? То есть это будет большое. Этот марафон еще не начался? Нет, еще не начался. В августе будет этот марафон. Вот. Также у нас есть марафон по жестовым. Он тоже очень классный, очень крутой. Очень насыщенный, полезный и приятный. Я еще успею записаться. Точно. Вы еще успеете записаться. Вот такие дизайны у нас будут на жестовом. Тоже очень много красивых, классных дизайнов. Симпатичных. Разнообразных. Начинаем с совсем простых дизайнов. И заканчиваем более сложными композициями. Сейчас я показываю только короткие типсы. А рисовать мы будем еще и на конкурсных типсах. На длинных. Сейчас я вам их тоже по-быстрому покажу. Тысячи жесткого круть. Жесткого, да. Круть. Сейчас еще вам покажу. Смотрите. Хвастается так хвастается. Вот. Кто узнает? Кто это? Это не жестово. Это звезда из фильма Игра Престолов. Кто смотрел этот фильм? Так. Дайнерис. Точно. Угадали. Игра Престолов. Точно. Угри Рожденное. Угу. Угадали. 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 Сейчас мы сложим композицию. Знаем. Мы ее влияем. Мы все любим. Многие просто любят. Поэтому решила я ее нарисовать. Как она так? Вот такая композиция. Это первая композиция по жестовым. Девочки, идите к Марине учиться. Не пожалеете. Тяжело нам учиться. Тяжело, девочки. Кто думает, что это все легко, это неправда. Нелегко. Поэтому, если есть ленца, неохота, лень, некогда, отговорки какие-нибудь, то вам тогда не ко мне. У нас собирается только трудолюбивая, позитивная, настроенная на результат участники. Поэтому, если вы такими не являетесь, то тогда мы вас не приглашаем. Поэтому, если хотите научиться, то нужно стремиться к совершенствованию, прилагать для этого усилия. Кто хочет с нами попробовать, уже начать рисовать и хочет узнать фишечки, секреты, как повысить свою прибыль, приглашаем вас 30 июня. И 1 июля будет у нас бесплатный вебинар. Ссылочка, первая ссылочка в профиле Перископ как раз ведет на эти вебинары. Это тоже композиция из жесткого. Может быть, убрать немного сверху, потому что это свечо. Нет, не надо сейчас ничего делать, потому что мы сейчас уже будем заканчивать. И еще одна композиция. Скоро у вас китайка. Это птичка. Китайка скоро. Китайка будет в июле, 7 июля. Да, 7? 6 или 7 начнется. Вот такая кукушка. Вот, так что приглашаем. Я сейчас вам не покажу по китайской росписи, они просто мне не под рукой типсы. Но когда вы придете к нам на вебинар, там я уже подготовлю их и вам покажу, что мы будем рисовать на марафоне по китайской росписи. Самый ближайший марафон, который у нас начинается, это китайская роспись. Вот он в июле будет. Потом будет акварель и потом будет жестовская роспись. Поэтому приглашаю в сердце всех. Сейчас еще вам покажу. Работы, которые, кстати, я рисовала в перископе. Такие пташки. И будем переходить уже к розыгрышу. А кто сделал репосты ВКонтакте, чтобы выиграть классный вебинар по скоростным дизайнам от Марины Щегловой? Кто-то спрашивал, летние вкусняшки, вот такие можно посмотреть, что же вчерашние. Цена чего непонятная? Цена чего? Первая неделя марафона по китайской росписи будет стоить 990 рублей. То есть вы можете прийти на одну недельку, попробовать, посмотреть. Если понравится, то останетесь дальше. А про цену на весь марафон мы как раз будем делать предложение на вебинаре. И расскажем как раз о ценах. Такие гвоздики мы рисуем на курсе китайской росписи. И много-много всякого другого. Если я сейчас покажу вам все дизайны, то мы до утра не закончим. Потому что их у меня очень много. Ну что, пока девчонки, кто-то уже, наверное, сейчас пошел в ВКонтакте, делать репосты, чтобы выиграть вебинар. Ну, сейчас я буду готовиться уже тоже. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно с нами. До свидания. Будем с вами прощаться. Не прощаться, а до свидания. Потому что сейчас еще будем розыгрывать. Да, говори, говори, до свидания. Да. Сейчас не переключайтесь, будем разыгрывать в моем дефире. Я жду, когда переключится камера, чтобы показать нам. Нашу группу ВКонтакте. Поздравляем. Сейчас должна появиться наша группа. Она почему-то не появляется. Она почему-то не слышит. Она почему-то не слышит. Сейчас должна появиться наша группа, появились и вот кто-то сделал сегодня Репосты, обновим страничку, 24 посты сделали, ну и вот кто хочет выбрать Скопируем героя этого поста и посмотрим кто выиграл Итак, определяем победителя Барабанная дробь и внимание, секундочку, Иринка Сапонова Ура! А что выиграла Иринка? Вебинар с красным дизайном Ух ты, классный подарочек Там 10 дизайнов будет с помощью растекающихся грилаков, очень классный Пост и она ее вывела, вот сейчас показываем, что она вывела Вот так вот, на этом будем прощаться Еще хотели сказать, что скоро запустим интересный фильм в моем эфир и совместный просмотр фильмов у нас еще в моем эфире Ну что, на этом будем прощаться? Будем прощаться, да, до новых встреч Спасибо, что вы были с нами Теплая, дружная компания Пока-пока Теплая, дружная компания